Эмин Агаларов в новом интервью впервые раскрыл причины развода со второй женой Аленой Гавриловой, а также рассказал о своем сложном характере и работе с психологом. В 2018 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу, но официально отношения так и не зарегистрировали. В гражданском браке на свет появилась дочь, которой дали редкое имя Афина. Несмотря на общего ребенка, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова развелись весной 2020 года, сохранив при этом хорошие отношения. О расставании артист сообщил в своем микроблоге и поблагодарил модель за время, проведенное вместе, и за их дочь, воспитание которой должно стать следующим важным этапом в жизни бывших супругов. Все эти годы Эмин не раскрывал причины развода с женой Аленой Гавриловой, однако на днях все же решился на откровение. По словам Агаларова, в крахе семьи виноват, прежде всего он сам. Певец добавил, что в силу своего характера он хочет, чтобы в отношениях все и всегда было по его. Идти на компромиссы и потакать другому человеку для Эмина является невозможным. Помимо этого, артисты еще часто настигают приступы ревности. Примерить этот костюм компромиссного человека пока не получается. Начал копошиться в своей голове немножко понять, почему вот это так, а это по-другому. Несколько сессий провел с психологом, который пытается помочь мне разобраться. Ты просто формулируешь, почему в какой-то определенной ситуации у тебя мозг работает вот в этом направлении. Я очень ревнивый. Как бы, если случился у меня вот этот приступ ревности, то, в принципе, все, оно может разрушиться вокруг, и очень сложно это контролировать. Я просто задаю прямой вопрос. Я говорю, а почему вообще есть люди, которые вообще все равно? Она тебя направляет туда, где ты можешь найти ответы сам. Это даже беспокойство, которое как бы сложно контролируемое. Я это идентифицировал в себе как определенную проблему, с которой я намерен бороться. Сейчас Эмина Галаров официально находится в статусе холостяка и признается, что все еще верит во встречу со спутницей, которая сможет принять его непростой характер. Но предупреждает, что ему трудно будет ужиться с женщиной, которая пилит. Меня раздражает, когда женщина тебя пилит. Вот это я не могу. Это для меня катерика. Я хочу сбежать. Но меня можно пилить 20 секунд. Ты уже сбежал дважды, Эмин. Тем не менее, по слухам, спустя несколько месяцев после развода, Агаларов обручился с некой девушкой по имени Фатима, а также выпустил одноименный трек. Еще год назад ходили слухи, что на самом деле Эмин Агаларов расстался с Гавриловой из-за давления со стороны отца. Якобы миллиардер Арас Агаларов был с самого начала настроен против модели и намного больше ему нравилась первая избранница сына, дочь президента Азербайджана, Лейла Алиева, с которой Эмин вместе прожил 10 лет. Я потом ему сказал, пап, ты знаешь, я вот развелся, он говорит, ну и дурак. И все. Много раз пытался, я был категорически против этого решения. И, к сожалению, это произошло, но это жизнь. Ну, я его переубеждал, потому что люди все равно так устроены. Любой брак, любой брак, он приводит через энное количество лет, ну, каким-то противоречием. Ну, с ними надо уметь как-то справляться и, может быть, через что-то переступать. Потому что людей, которые там в 60-70-80 лет ходят за ручку, их показывают по телевизору. То есть таких людей очень мало. Я до сих пор считаю, что Лейла очень хороший человек, семья очень хорошая, президентская и современные. Несмотря на развод, Эмин и Лейла продолжили вместе воспитывать близнецов Али и Микаила, а также приемную дочь Амину, которую Алиева удочерила уже после развода с Эмином. Мы стали, мне кажется, как брат с сестрой. Мы регулярно созваниваемся, обсуждаем и личные темы, и личные темы. Мне кажется, вот с первого дня наладили вот такую форму общения, взаимоуважительную, теплую, добрую. Все современные люди, зачем жить в браке, который у вас не получается, если вы можете жить вне брака, и у вас все получится. Наши сегодняшние отношения с Лейлой лучше, чем они были когда-то.